Ну, говоря о перемирии, конечно, перемирий никакого не будет. В ближайшее время это точно. Договориться не смогут, у каждого своя правда. И то, что, конечно, там сейчас происходит, это то, что показывает телевидение. На 80 процентов ложь с каждой стороны. Объясню почему. Буквально вчера я списывала со своим другом и говорю, ну как вы там, ну я смотрю, естественно, телевизор, я верю этому всему. И он говорит, Настя, ну это прям чисто московский вопрос, как вы там. Я говорю, ну а почему тут, ну как бы ответь мне, почему не так, что ты не так спросила. Он говорит, Настя, откровенно говоря, 80 процентов из того, что показывает на телевидении, и с вашей стороны, и с нашей стороны ложь. Поэтому обсуждать сейчас и говорить о том, что как вот это, вот этот сделал, вот этот сказал. Это настолько все политические игры изощренные, изящно сделанные, да. Что, наверное, нам, людям, которые не являются участниками, да, это все истории, нас это все-таки не касается, да. Мы живем подаль от этого и, наверное, слава Богу. И говорить о перемирии того, что будет, потому что там они закидали посольство, здесь они там избили человека, там. Конечно, то, что происходит, это ужасно, отвратительно, и это неуносимо. Но настолько ли это правда, насколько нет, это мы об этом сказать не можем на все сто процентов. И говорить о том, что он сделал предложение и сказал одно, а мы на это ответили другое, давайте, наверное, все-таки отойдем в сторону политикам, дадим поиграться в их политические игры, и не будем лезть в это дело. Поэтому я думаю, что это совсем не наша история. Продолжение следует...